Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря снова блок статистики из Англии. В 6.00 по GMT выйдут данные по ВВП Англии и промышленному производству. Не думаю то, что эти релизы станут прям значимым триггером для движения британской валюты. Но фунт, конечно же, сейчас нужно вытаскивать с тех уровней, на которых он торгуется сейчас. Это отметка 1.2521. И я рассчитываю на то, что после итогов заседания Банка Англии, которые были подведены на этой неделе, мы получим как раз ту тенденцию, на которую рассчитывали. Это дальнейшее укрепление и движение в средней долгосрочной перспективе к отметке 1.28 и выше. Ну ладно, друзья, давайте по порядку. Ключевые события этой недели это данные по инфляции в США и заседания Банка Англии. Оба этих релиза уже позади. И сейчас анализируя цифры, фактические решения, если делать отсылку на заседание Банка Англии, мы можем точно сказать, что правильно спрогнозировали те как раз долгосрочные ориентиры, которые могут быть реализованы по доллару и британской валюте. Потому что тот фундаментальный фонд, который был, опять же, связан с вот этими событиями, он как раз и указывает на потенциал роста британской валюты и слабости доллара. Ну вот, судите сами. Индекс потребительских цен в США снизился в 5%, это значение, которое было два месяца назад, текучее апрельское, значение 4,9%. Базовая инфляция также снизилась с 5,6% до 5,5%. Также после того, как нашему вниманию были представлены данные по инфляции, у нас была возможность проанализировать еще один компонент инфляционного давления в американской экономике, это индекс цен производителей. Здесь тоже снижение с 2,7% до 2,3%. И базовый индекс цен производителей также показал нисходящую динамику с 3,4% до 3,2%. Вывод, который напрашивается сам собой. Снижение инфляционного давления – это очень хороший сигнал для Федрезерва, чтобы не повышать ставку далее. Я допускаю, что американский регулятор может на первом этапе взять продолжительную паузу в текущем цикле ужесточения монетарной политики, то есть он повысил ставку неделю назад до 5,25% и может держать ее вплоть до конца этого года. Но потом все равно наступит момент, когда Федрезеру придется начать делать шаг за шаг, но назад. И это уже будет снижение процентной ставки, что в конечном счете еще больше притопит позиции американского доллара. Если вы считаете, что сейчас нет причин, из-за которых мы могли бы опасаться за перспективы доллара, ну, честно говоря, я не опасаюсь, потому что я делаю ставку на снижение курса доллара, но те из вас, кто все-таки рассчитывает на то, что американская валюта и индекс доллара сможет вернуться к локальным максимумам, я рекомендую задуматься. Друзья, мы по-прежнему говорим о развитии негативных событий в банковском секторе США. Буквально некоторое время назад, чуть больше недели назад, мы обсуждали кандидатов потенциальных среди региональных банков США, которые могут оказаться в числе банкротов. И вот одним из этих банков был ПАК Вест. Так вот, буквально вчера его котировки провалились больше, чем на 15%, и локальные минимумы были даже в районе 20%. И если бы у нас была сейчас возможность посмотреть тепловую карту рынка, мы бы легко с вами убедились, что проблемы такого формата, с которыми столкнулся ПАК Вест, они характерны для многих банков США. И это известные вам проблемы, друзья. Это подрыв доверия к организованной системе банковского сбережения, это снижение инвестиционного климата, это снижение процентной маржи, соответственно, доходов для этих банков, это продолжающиеся темпы оттока депозитов, капиталов из банков. И это самые большие риски, с которыми мог столкнуться банковский сектор. И с этими рисками сейчас живут все банки США. Поэтому я не удивлюсь, что именно ПАК Вест будет следующим банком, который окажется вот на вот этой развилке, либо банкротства, либо поглощения. И думаю, что новости об этом при текущей динамике снижения капитализации этого банка могут проявиться уже в ближайшие недели. Что касается темы дефолта США, угрозы дефолта, отсутствия консенсуса по вопросу оттолка государственного долга, это тоже серьезная тема, и ее ни в коем случае не нужно недооценивать. Как мы помним, на этой неделе демократы и республиканцы на высшем уровне попробовали попытаться пойти к какому-то компромиссу. Но эта встреча завершилась ничем, потому что Байден остался непреклонен, и республиканцы продолжают настаивать на том, что если демократы хотят, чтобы на встречу им был сделан шаг, то нужно идти на определенные уступки. Республиканцы требуют значительного сокращения государственных расходов, на что пока что демократы не готовы пойти. Тем временем все меньше дней остается до вот этого июня. Отсечки, дедлайны, как угодно можно назвать, когда, по словам Джанна Хеллин, главы министра финансов США, может наступить вот эта экономическая катастрофа, которая всем известна как дефолт. Это прецедент, друзья, формата, которого мы, наверное, и масштаба не видели. И если все же порассуждать на тему, что будет дальше, честно говоря, это очень хороший вопрос и практически даже риторический. Но если рассуждать на тему экономических последствий, мне очень странна позиция тех, кто считает, что сейчас, когда речь идет о дефолте США, нужно покупать доллар как защитный инструмент. Какой логикой, друзья, вы руководствуетесь? Мы же говорим о дефолте экономики. То есть все, что было эталоном в плане надежности инструментов, связанных с этой экономикой, пусть это будет доллар, конечно же, это еще и американские обликации, они же фактически окажутся среди тех активов, которые будут самыми главными аутсайдерами рынка. Или вы считаете, что экономика станет банкротом, объявят дефолт, а доллары и облигации останутся чистым золотом. Это очень неправильный подход к оценке перспектив отдельных категорий финансовых инструментов. Поэтому моя позиция остается пока что прежней. С учетом того, что мы говорим о кризисе в банковском секторе, с учетом того, что мы рассуждаем о перспективах дефолта и вероятности наступления этого события, и, конечно же, в свете последних данных по инфляции, которые повышают вероятность того, что Федрезерву нужно все же отказаться от жесткой монетарной политики, приоритет для индекса доллара – это все-таки движение ниже 100 пунктов. Золото 2011 долларов за тройскую унцию. Также я не отказываюсь от длинных позиций. Вчера мы предприняли очередную попытку вместе с рынком увидеть 2050 долларов за тройскую унцию. Максимум был 2041 доллар. Ну, прям многократные уже попытки оказаться выше золота были проявлены за последние недели. Я остаюсь оптимистом, визуализируя, что все-таки этот уровень будет достигнута 2050 и потенциально выше в ближайшие дни. Аналитики UBS рекомендуют, кстати, покупать золото в Сельме 2200 до конца этого года. Амбициозная цель, даже более амбициозная, чем моя, но приятно, что авторитетные эксперты также смотрят на рынок драгоценных металлов как на ту самую защитную гавань, которая будет сохранять за собой эти свойства. Европейская валюта 1,0923. На этой неделе вышли данные по инфляции в Германии. Индекс потребительских цен снизился с 7,4 до 7,2%. Но все равно, как вы прекрасно понимаете, существенно выше целевого значения ИЦБ, который находится на отметке 2%. И это доказывает то, что ИЦБ должен активнее повышать процентную ставку. Вчера Bloomberg со ссылкой на представителя Европейского центрального банка сообщил о том, что ИЦБ всерьез рассматривает возможность повышения ставки не только в июне, но и в сентябре. И даже если мы представим, что, предположим, что повышение ставки на каждом из этих заседаний будет под 25 байсных пунктов, в совокупности ставка приблизится к отметке 4,5%. И когда она начинает практически догонять ставку Федрезерва, я прям вынужден снова поднять вопрос о том, ну, разве вам не кажется, что европейская валюта будет гораздо более привлекательная для инвестирования, чем доллар в текущих экономических условиях. А доллар остается под давлением, потому что снижается привлекательность из-за снижения премии за процентную ставку, премии за экономический рост. И мы прекрасно понимаем, что как ни крути, но Федрезерва раньше других центральных банков перейдет к снижению процентной ставки. Поэтому по евро-доллару я считаю, что уместно ждать выше уровня 1,10. Это дуэт активов. И британская валюта против доллара 1,25-21. Решение по ставке было принято. Это плюс 0,25%. Я считаю, что Банк Англии совершил ошибку, потому что в текущих условиях нужно было действовать агрессивнее. Потому что если не агрессивная монетарная политика, то текущая ситуация с потребительскими ценами спровоцирует рецессию. И лучше бы Банку Англии на текущем этапе попробовать задействовать, ну, все, что есть в арсенале регулятора. Тем не менее, он решил, что уместно сейчас придерживаться скромных темпов повышения ставки всего лишь на 25 базисных пунктов. Кстати говоря, буквально за несколько часов до заседания Банка Англии был опубликован отсчет по росту продовольственной инфляции, которая в апреле в Англии достигла максимума за 45 лет. И рост цен составил 15,7%. Я думаю, что при таких темпах роста продовольственных товаров инфляция не просто останется на двухзначном уровне в Англии. Она продолжит расти и превысит 12 или даже 13%. Ну, судить Банк Англии я не буду. Я надеюсь, что они все-таки одумаются и на заседание в июне примут более, займут более проактивную позицию и повысят ставку на 50 базисных пунктов. Поэтому в текущих реалиях пара фунт-доллар – это все тот же инструмент, который интересен для покупок. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok